Накануне в широкий прокат вышел первый художественный фильм о коронавирусе. Картина «Птица в клетке заражения». Мир в 2024 году поделен на две части. Здоровые люди находятся в постоянном страхе, зараженные доживают в специально отведенных для этого зонах. Попытки вылечить заразившиеся давно оставлены в прошлом. Лишь считанные единицы людей обладают иммунитетом, и главный герой Ника из их числа. Однажды его девушка просыпается с высокой температурой, и у парня остается только несколько часов, чтобы спасти любимую от принудительной эвакуации. «Напряжение растет. Начинается 213-я неделя карантина». «Мрачная новая реальность». «Обосный вирус мутировал». Фильм был снят в кратчайшие сроки. Съемки шли в течение июля, как раз в самый пик пандемии. Постановщики смогли приспособиться к работе в условиях запретов и ограничений. В фильме они использовали альтернативные инструменты съемки. Звонки FaceTime, стримы, видеозапись с помощью дронов и на камеру GoPro. Если разговоров о коронавирусе вам хватает и в реальной жизни, отвлечься от этой темы предлагаем при просмотре российского фильма «День города». Безбашенная комедия рассказывает об одном дне из жизни провинциального Любякина. Отмечая День города, местные чиновники не заметили, что через их населенный пункт рабочую поездку запланировал сам... Кто? Конь в пальто! Поедет, Саша, президент через наш город. Мы у меня здесь! Ровно через эту яму! Внезапная новость о приезде президента порождает в городе хаос. Мэр, участковый, батюшка и другие герои из клубинки должны буквально за сутки привести Любякина в порядок. Режиссер картины попытался создать комедию положений из нескольких историй, связанных между собой в духе гоголевского ревизора. Фильм, первоначально задуманный как серия короткометражек, в итоге вышел на экраны полным метром. Так решил продюсер Алексей Лихницкий и, кажется, не прогадал. За первую неделю проката картина получила ряд восторженных отзывов от зрителей. Мультипликационный фильм «Душа» представили в январе для юных киноманов. Хотя тема, которая затронута в мультфильме, не по-детски философская. Речь идет о рождении личности. Талантливому пианисту выпадает шанс выступить в самом знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Но один необдуманный шаг переносит его с улиц шумного города в удивительное место, где новые человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на землю. В попытках вернуться к привычной жизни Джон уходит ответы на самые важные вопросы бытия. Это что это? Не волнуйся, все нормально. Душу здесь не раздавить. Для этого есть земная жизнь. Анимация, созданная талантливым художником Джудом Брауном Биллом, передает восхитительный винтажный Нью-Йорк очень натуралистично. Причем большое внимание в мультфильме уделяется именно деталям. Например, чтобы отрисовать крупные планы пальцев музыканта, стучащих по клавишам, аниматоры изучили снятые на пленку изображения рук легендарных джазовых музыкантов и копировали их с фотографической точностью. Судя по первым оценкам критиков, у этого мультфильма есть все шансы стать одним из самых кассовых в этом году.